Всем привет! У микрофона как всегда я, зовут меня как всегда Амортиз и как всегда это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня в выпуске анимешные баталии, классический Тауэр Дефенс, жадное плюшевое яйцо с усами, ремонт автомобилей, звериные бои и покатушки на скутере. Поехали! Первым номером нашей программы анимешный Тауэр Дефенс по имени Эрл Ворс 2. Ну, здесь игра из той серии, где главную роль в обороне и наступлении играет все-таки герой, а не мобы. Прямо как в доте. Тут даже какой-то сюжет есть про три племени и злого брата-близнеца, но сюжет сам посмотришь. А я немного о графике. Игра просто жесть какая яркая. Цвета почти кислотные, и в то же время они остаются в рамках мультяшности, и глаза не вытекают. Рисовка тут тоже такая вот мультяшная с уклоном в аниме, а еще в заставках есть девки с сиськами. Так что если ты еще сомневаешься, стоит ли поиграть или нет, просто помни, девки с сиськами. Вторая игра называется Epic Defense Origins. Это тот же жанр, что и у прошлой игры, однако исполнение гораздо более классическое. И я говорю даже не о графончике в стиле старых спрайтовых игр, хотя это тоже имеется. Я собственно о том, как проходит игра. От тебя требуется ставить и апгрейдить башни, чтобы не дать волна мобов дойти до конца дороги и захреначить их всех по пути. Одним словом, классика от носа до кончиков яиц. Единственное, что попахивает новизной, это апгрейды башен кристаллами. Типа воткнул в башню три красных камушка, и она начала жечь напалмом. Воткнул синий льдом. Можно комбинировать и смешивать, и получается даже интересно. Номер три. Платформер Leos Fortune. И да, главный герой это плюшевое усатое яйцо, которое собирает монетки. В игре достаточно неплохое количество длинных, насыщенных и хорошо проработанных уровней, с красивой графикой и великолепным музыкальным оформлением. Уровни собраны в... назовем это главами. И если всю такую главу пройти хорошо, откроется еще один дополнительный уровень на ней. Хорошо это значит на три звезды, но мы все знаем, что для этого нужно. Отдельного упоминания заслуживает главный герой и его способности, помимо того, что он плюшевое яйцо. Он может раздуваться, как воздушный шарик, приобретая такие же свойства. Или сжиматься, становясь тяжелее. В общем, на таких свойствах и построены загадки и головоломки на уровне. Игра реально классная, и поиграть в нее, по моему мнению, нужно обязательно. Едем дальше. Car Mechanic Simulator 2014. Это, как ты, мой дорогой Холмс, мог догадаться, по названию симулятор автомеханика. Что довольно странно, но интересно. А то мы привыкли только кататься на машинах и хреначить их в стенку. А вот как их потом чинят, мы и не знаем. В игре есть три вида авто. Спорткар, семейный и минивэн. И все они, конечно, сломаны. Конечно, этот симулятор не настолько подробен, чтобы ты, поиграв, смог разобрать дачку своего отца и беспалево собрать обратно. Но все же общее представление о машинкиных кишочках тут получить можно. Так что, если что-то подобное тебя штырит, то вперед. Следующая игра называется Animals Online. Нет, это не ММО, как можно было бы подумать. Это лишь заточенный под кооперативное прохождение хэк-энд-слэш-РПГ. Ну, вроде того же Диабло 3. Только, конечно, попроще. Замес в том, что на королевство зверушек напали мерзкие людишки. И теперь тебе приходится с ними воевать. В игре довольно приятная, хоть и простоватая графика, три класса персонажей, которых можно прокачивать, ну и, конечно, тот самый кооператив. Играть можно со своими друзьями из Фейсбука, а если ты forever alone и у тебя друзей нет, то компьютер сжалится над тобой и сыграет роль твоего напарника. Геймплей довольно приятный и удобно сделанный. Так что, почему бы и не заценить? Ну и последняя на сегодня игра Fast Moto Crazy Ride 3D. Это Раннер, где мы под восточную музыку едем на скутере. В принципе, если не считать в восточной музыке, скутера Раннер как Раннер. Некоторую изюминку придает ему именно дорожная тематика. Ничего серьезного, ничего эпичного. Уворачивайся от автобусов и мусоровозов, перепрыгивай через легковушки и будет тебе счастье. И почему-то это простота и делает игруху вполне приличной убивалкой времени. На этом я тебя покидаю на некоторое время. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Написал и озвучил Федора Мортис, нашел и смонтировал Николай Подгурский. Это были обзоры от Mob.ua. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!